А надо ли читать больше? Самый главный вопрос, да, в ответ на это. Иногда, мне кажется, стоит почитать вдумчиво, да, чем больше. Но на самом деле, чтобы читать больше, нужно пробовать разные форматы. Бумажную книгу вы читаете дома, в спокойной обстановке, электронную книгу, например, в метро или когда у вас появилось свободное 15 минут, аудиокнигу во время прогулки с собакой, ребенком или пока где-то гуляете самостоятельно. Тогда у вас будет получаться гораздо больше прочитанных книг. Еще больше? Ну, мы считаем, что наши читатели, читатели нашего издательства, которые специализируются на научно-популярной литературе, читают много. Они пытливые, любознательные, и мы стараемся сделать все, чтобы они находили в наших книгах ответы на все вопросы. Нужно находить время каждый день, может быть, в метро, может быть, в другом транспорте, или, может быть, просто выделять по 15 минут и читать хотя бы по паре глав книг? Наверное, просто нужно хотеть читать. Больше всего нужно, чтобы книжки были интересными. Мы стараемся, чтобы у нас были только интересные книжки. Мы стараемся, чтобы они были красивыми, и их захотелось бы взять с собой. И, ну, вот наши книжки, это невозможно отказаться просто потому, что они, ну, вот смотрите, разве можно бросить книжку, когда она выглядит таким вот образом? Уже они бесконечно разнообразны. Если вы видите красивую, вкусную книжку, которую вы не захотите запихивать в планшет, вы ее будете таскать с собой в сумочке, и будете ее читать, вы читаете сначала одну, потом вам захочется почитать другой аспект, потом третий, потом четвертый. Постепенно получится как книжный ком, и вы не сможете отказаться от чтения. Как читать больше? Я работаю в детском издательстве «Волчок», и я считаю, что вообще дети, когда у нас появляются, да, это такой большой стимул, важный стимул для того, чтобы читать больше. Я всем очень советую читать с детьми. Если у вас нет времени, чтобы читать для себя, читайте с детьми. Читайте, если у вас нет детей, читайте для других детей. Это совершенно невероятное впечатление. Как читать больше? Читать одновременно о грустном и о веселом. Марианна Гончарова. Книга с названием «Тупо в синем и в кедах». За этой странной фразой кроется удивительная, трагическая, безумно веселая и невероятно драматичная повесть, история девочки, которая записана в ее дневнике. Она точно заставит вас и плакать, и смеяться. И в дополнение к ней целый веер удивительных, потрясающих рассказов. Они как шампанское искрятся и остаются в памяти навсегда. Марианна Гончарова не просто писатель-юморист. Она из этой жизни делает какой-то добрый, теплый дом, в который хочется войти и жить там вместе с героями. Ходите в книжные магазины, ходите на выставки, чтобы из изобилия огромного книг выбрать именно то, что вам больше всего нравится. Чтобы как только вы заканчивали одну книжку, тут же могли начать следующую, не менее интересную. Читать больше не надо, надо читать лучше. Читать все, прочесть все равно невозможно. Мировая литература столь велика, что даже самый просвещенный профессор филологического факультета лучшего университета все равно много на самом деле прочесть не может и не сможет никогда. Поэтому замечательный французский, он тоже профессор, кстати, профессор-филолог, преподающий в Сарбоне Пьер Бояр, он об этом очень любит писать разные книжки. И вот эта книжка как раз нужна именно для того, чтобы понять, как, читая умеренно, выглядеть в глазах людей, человеком, который читает очень много. На самом деле это не притворство, это просто осознание того факта, что все равно всего не прочтешь. Ну невозможно. Но искусство рассуждать о книгах, о которых вы не читали, он рассказывает об этом на собственном опыте, потому что он преподает студентам так много книг, которые он сам из них, сейчас, значительные не читал. Но все студенты уверены, что он их знает очень хорошо. Таким образом, любой человек, прочитав эту книгу, будет знать, как в обществе рассуждать о том, чего ты на самом деле не знаешь, но что-то краем уха слышал об этом. Там есть, например, такие пометки замечательные. Не читал, но очень нравится. Читать больше? Честно говоря, я не знаю, как читать больше. Я знаю, как читать с большим удовольствием. И я, например, получаю больше удовольствия от медленного чтения. Что, наверное, важно, это понимать, что для этого нужно выделять время. И вы просто в расписании, в своем, находите окошки и вписываете в календарь. Это может быть утро, там 15 минут. Это может быть днем, в течение обеда. Это может быть вечер. Но вы, когда осознанно на это время закладываете себе в календарь, вы будете вынуждены читать хотя бы по 15 минут. А где 15 минут, там и полчаса. Я думаю, что читать, на самом деле, можно вообще всегда и везде. Если вы едете на работу, вы можете слушать аудиокниги. Если вы едете в отпуск, едете по делам, всегда включайте аудиокниги или берите с собой маленькую какую-то в книгу, покет маленького формата. Первые две недели вам покажется все-таки, что это тяжело. Может быть, вы будете забывать. Но как только после 21 дня это войдет у вас в привычку, вы просто не сможете по-другому уже.